Это, конечно, очевидная провокация, потому что ее сложно было предвидеть с учетом того, что маршрут был довольно-таки часто используемый. И я пять или шесть раз летал в Приднестровье в качестве специального представителя президента именно гражданскими авиационными компаниями. Потому что военные борты через Украину не пройдут, соответственно, да и наш рейсовый самолет, аэрофлот и других компаний летает тоже в обход Украины. Это Белоруссия, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и с Румынии самолет заходит уже только в Молдову. Представляете, какой облет получается. Поэтому мы прошли, как обычно, этим рейсом и Польшу, и, естественно, Белоруссию, и Словакию. И вот вдруг командир экипажа сказал о том, что пошел запрет на вход в румынское воздушное пространство. Что, конечно, дико и чисто провокационно, потому что этот маршрут согласовывался, молдавские власти все это прекрасно знали, они должны были проработать это тоже со своими коллегами. И санкции, они и так сами все незаконные, но и сама Румыния еще даже в прошлом году заявляла о том, что она не видит никогда никаких препятствий для того, чтобы транзитом через ее воздушное пространство пролетали люди, включенные в санкционные списки. Такого не было никогда. Поэтому я думаю, что это, наверное, вы правы, это часть такой большой провокации и такой эскалации напряжения, которая у нас происходит. Кто за ней стоит? Это же не самостоятельные действия Румынии, насколько мне представляется. Вы знаете, ну, конечно, нет. Я думаю, что здесь несколько сторон. И несколько заинтересантов, интересы которых сложились просто домоментно. Ну, во-первых, это, конечно, мафиозная группа, которая стоит за правительством Молдовы и которая понимает, что у нее довольно-таки сложные проблемы сейчас с законом. Им нужно было как-то стать на одну сторону баррикад с Западом. То есть именно они стояли за организацией провокации против наших артистов, миротворцев, которые ехали как раз на юбилей 25 лет миротворческой операции на Днестре. Эти задержания незаконные, депортации наших людей, ну, просто вызывающие наглые поступки, которые я хотел как раз обсудить с руководством правительства Молдовы в самом Кишиневе и предложил им встретиться. Хотя формально летел по приглашению президента, который находит с ними, как вы знаете, непростых отношений. С другой стороны, это, конечно, Румыния, которая сейчас стала такой, ну, совершенно, так сказать, очевидной марионеткой Соединенных Штатов. Это страна, которая на своей территории, вопреки здравому смыслу и собственной безопасности, разместила американскую систему противоракетной обороны. Я когда еще работал послом России в НАТО, я видел румынскую политику там. Это одни из тех самых заводил всех антироссийских компаний вместе с прибалтами и англичанами. Вот это, собственно говоря, группировка, самый главный, самый главный детонатор всего огня против России. Поэтому от них, собственно говоря, следовало это ожидать. Но еще раз говорю, чтобы они поставили под угрозу пролет гражданского самолета, а иных вариантов, то лететь туда нет, чартер туда они не пропускают, военные борты, как вы знаете, не пропускают. Поэтому мы договорились, это было негласное соглашение, что мы летаем гражданскими самолетами. И уже летали несколько раз. Тем не менее, они эту провокацию совершили не только по отношению ко мне, а по отношению к молдавским гражданам, которые летели со мной этим самолетом. Я им благодарен за то, что они это все поняли и реакция самих пассажиров была тоже адекватной. Продолжение следует...